Библейский портал экзегет.ру представляет Достопочтимые друзья, братья и сестры, мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Иоанна. Сегодня мы с вами будем читать 18 главу этого Евангелия. И первая тема – это тема «Иисуса берут под стражу». Вторая тема – «Иисуса отводят к пиросвященнику». Следующая тема – «Петр отрекается от Иисуса». Следующая – «Иисус перед Анной и Каиафой». Петр снова отрекается от Иисуса. «Иисус перед Пилатом». И приговор Пилата. Известные слова из первого псалма «Царя Давида», где говорится о том, что блажен тот муж, который не ходит на совет нечестивых. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». Многие святые отцы относят этот совет нечестивых к тому заговору, который был организован против Иисуса Христа. Мы с вами пытались понять, почему такая неприязнь была к Иисусу Христу. На самом деле, ответить на этот вопрос сложно. Скорее всего, Христос бросал вызов бизнесу, который осуществлялся. Собственно говоря, близ храма имеется в виду в недопустимой близости от храма. Христос это делал не один раз, и Он это делал именно на праздничные дни, когда самый доход, и это был вызов как бы вот этой финансовой системе религиозного эстаблишмента древнего Израиля. Мы не можем придраться к самому этому бизнесу. То, что они обменивали деньги, я вам объяснял, как-то был храмовый шекель, а только его можно было вносить в храм, потому что на храмовом шекеле не было изображения языческих богов. А приносить там греческие деньги, римские деньги, где были изображения языческих богов, императоров, было запрещено. Это логично, потому что дом Божий и авада-зара, то есть чуждое служение, это вещи такие, они несовместимые. С другой стороны, там продавали животных, опять же, для жертвоприношения, и, казалось бы, весь бизнес был сосредоточен именно на нуждах храма, то есть на тех требах, которые там совершались. поэтому Христос, на самом деле, Он не выступал против всего этого, Он выступал против того, что в непозволительной близости от храма все это происходило. То есть это можно было все делать, обменивать деньги на храмовый шекель, продавать животных для жертвоприношения в каком-то удалении, например, у подножия горы Мария, но, скорее всего, священство храма торговало вот этими местами, и чем ближе к храму, тем дороже, конечно, стоило место. И, с другой стороны, они могли завышать курс храмового шекеля, потому что никто здесь не устанавливал обменный курс, кроме первосвященника и членов Синедриона, Сангидрина еврейского, то есть этого совета, который руководил всеми церковными делами Ветхозаветной Церкви в то время. Итак, мы читаем с вами 18-ю главу. Иисуса берут под стражу. Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрона, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знал же это место и Юда предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Собственно говоря, предательство Юды заключалось в том, что он должен был указать место, где Иисус Христос будет находиться ночью, в пасхальную ночь, потому что взять его днем при огромном стечении народа никто не решался, потому что люди толпами следовали за ним, а Юда знал это место, потому что, как мы видим, Иисус часто собирался там с учениками своими. То есть это было какое-то любимое место, где он мог проводить беседы с ближним кругом своих учеников. Гефсиманский сад это очень красивое место. Те из вас, которые были на святой земле, Эра Цесраэль, наверное, обращали внимание, какие там деревья, какой там ландшафт. И такие сады могли позволить себе иметь в черте города очень богатые люди. И, скорее всего, Христа именно приглашали в это место, могли его как-то обустраивать, там стелить какие-то ковры, чтобы Христос мог там находиться с учениками и проводить беседы. Знал же это место Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов, это не римские воины, это, собственно, стражи храма, римские воины предоставляли возможность, как бы, иудеям, римская администрация предоставляла возможность иудеям иметь свою стражу, свою охрану, и Иуда берет именно этот отряд, и так Иуда, взяв отряд воинов и служителей от пересвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками, и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, кого ищете. В апостольских постановлениях говорится следующее. Подав нам вместообразное таинство своего честного тела и крови, когда Иуда уже не был с ним, Иисус вышел на Масленичную гору близ потока Кедрона, где был сад. Очередность событий была такая. Сначала он поднялся на гору, там он воспевал псалмы, это было принято у евреев, пасхальная служба совершается дома, это семейный праздник, а потом люди выходят на улицу, собираются на возвышенных местах и поют псалмы, связанные именно с пасхальными событиями. И потом спускаются в сад, чтобы как-то отдохнуть, потому что, в общем-то, весь вечер, всю ночь они бодрствовали. Августин Блаженный в трактате о согласии евангелистов пишет, Матвей в своем повествовании говорит, потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания. Тоже говорит и Марк, и Лука об этом упоминает, хотя и не дает название этого места. Там, как мы понимаем, и был сад, который упоминает Иоанн в своем рассказе. То есть, если Иоанн пишет о саде, сад, Парадес, то другие евангелисты говорят, что это Гефсимания. То есть, этот сад имел некое наименование. То, что Христос выходит навстречу вооруженным людям, это свидетельствует о том, что Он грядет на страдания вольные. Иисус же, зная все, что с Ним будет, прочитали мы, вышел и сказал им, кого ищите. Святитель Иоанн Златоуст пишет, страшна смерть и преисполнена великого ужаса, но не для тех, кому ведомо высшее любомудрие, и кто считает смерть переселением. Оставляя эту временную жизнь, мы отходим в другой, гораздо лучший, блистательнейший и не имеющий конца. Этому и Христос научает нас самими делами, идя на страдания, не по насилию и необходимости, но добровольно. Кирилл Александрийский отталкивается от того, что арест Христа происходит в саду, но и мировая трагедия, которая называется грехопадение, тоже происходит в саду, то есть в райском саду. И в некотором смысле начало завершения этой трагедии это Гефсиманский сад. Так в своих комментариях на Евангелии от Иоанна Кирилл Александрийский пишет, «Садом было место то, исполнявшее образ древнего рая, ибо как бы возглавлением являлось мест и возвращением, так сказать, всех к началу. Ведь в раю случилось начало наших скорбей, в саду получает начало и страдания Христова. принесшие исправление всего некогда с нами случившегося». Действительно в райском саду как бы завязка вот этой драмы под названием грехопадение, в результате чего все мы беззаконные зачаты, во грехе рождены. А то, что происходит в Гефсиманском саду, имеет целью положить начало нашего спасения. Потому что здесь начинаются страдания Христа, Сына Божия, Его страсти, которыми Он исцеляет нас от последствий грехопадения. По поводу того, что знал это место Июда, предатель его, Августин в своем трактате на Евангелие Атеана пишет, «И вот волк в овечьей шкуре, которому высочайшим судом отца семейства позволено ходить среди овец, узнал, каким образом рассеять стройное стадо и уловить пастыря». То, что арест Христа совершается во мраке, это обнаруживается наличием фонарей и светильников. Казалось бы, достаточно было бы упомянуть фонари или светильники. Зачем Иоанн Богослов пишет, приходит туда, то есть отряд с фонарями и светильниками и оружием. Ну, понятно, добавление и оружием, а зачем вот фонарями и светильниками. Это называется Ремис. Ремис по-еврейски это намек на то, что они погрузились в такую тьму, то есть как бы удвоение тьмы. С одной стороны естественная ночь, с другой стороны именно дьявольская тьма как бы опустилась на этот мир. И удвоение мрака подчеркивает вот этот Ремис, что они приходят туда с фонарями и светильниками. Иначе бы чему нас могло бы научить это, казалось бы, излишнее уточнение. Так понятно, что фонари это светильники, а светильники это фонари. Итак, Иисус не уклоняется, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, кого ищите. Ему отвечали Иисуса Назорея. Иисус говорит им, это я. Я вам объяснял, что если мы хотим понять какой-то сложный текст в Библии, мы должны смотреть, где нечто подобное встречается в первый раз. И в книге Бытия мы видим, когда человек говорит о себе, это я, но он говорит немножко иначе, он говорит, они Иосиф, то есть я Иосиф. Помните, когда братья пришли во дворец к Иосифу Прекрасному, и он вдруг сознается, это я, а не Иосиф, я Иосиф. Иосиф является прообразом Христа, он был предан за сребреники, он пришел к своим, своего не приняли, но в какой-то момент он открывается им. И когда Господь Иисус говорит, это я, он не просто обозначает, что он Иисус из Назарета, а свидетельствует о том, что он это он, это я. в противном случае, как бы по понятиям того времени он должен был представиться, что значит я. Это я, говорит он. То есть я сущий, я самодостаточный, если мы переводим четырехбуквенное имя, как сущий, это очень хороший перевод, то евреи обычно переводят я есть тот, кто я есть. Дважды повторяется они, я, и когда Иисус здесь говорит это я, они должны были распознать голос того, который это сказал. Не как вот люди того времени, а как народ еврейский, потому что ни один народ, кроме еврейского, в полном своем составе не слышал голос Бога. Евреи слышали голос Бога, когда Господь обращался к ним в Синайской горы, и там было значительно более полумиллиона человек, которые слышали голос Бога. Им, конечно, это было очень тяжело. И они в понимании отцов должны были бы распознать интонации голоса Бога, потому что тот, кто слышит голос Бога, он уже не ошибется, услышав его вновь. Помните, как Самуил, когда он был отроком, жил при храме, он услышал голос Бога, который взывал к нему Самуил, Самуил, и он побежал к своему наставнику или узнать, не тот ли его звал, и автор этой книги пишет, он не знал тогда голоса Бога. Вот еврейский народ знал голос Бога. А что такое слышать голос Бога? Это означает быть на уровне пророка. Пророки – это люди, которые слышат голос Бога. Это значит, в тот момент, когда на Синае они все слышали голос Бога, Бог всех их поднял на этот уровень. пророческий уровень. И вот эта память, если хотите, генетическая память об интонации гласа Бога, она должна была передаваться из поколения в поколение. Поэтому, когда он говорит «Это я», это говорит тот, который сказал «Да будет свет и стал свет». Ибо мир творится речениями Божьими, то есть божественным логосом, словом, то есть Бог Отец творит мир действием Святаго Духа, словом, логосом, своим Сыном. Стоял же с ними и Юда, предатель его, и когда сказал им «Это я», они отступили назад и пали на землю. Вот происходит что-то такое необъяснимое, как будто бы сознание этих людей сколыхнулось и через несколько поколений и поколений они как бы распознали этот голос, отступили назад и пали на землю, а ведь он ничего особенного казалось бы не сказал, но вот эти интонации, это действительно голос Бога, этим голосом небо и земля сотворены. Мы выше уже определились, что тут никаких римлян не было, тут именно потомки Авраама, Исаака и Якова и потомки тех, которые стояли у Синайской горы. А теперь давайте вспомним, что говорится в книге Второзакония. Книга Второзакония это слова Моисея, обращенные к новому поколению еврейского народа, которое не стояло у подножия Синайя, потому что те, которые стояли у подножия Синайя, в течение сорока лет они вымерли в пустыне. Но Моисей говорит, к вам обращался Господь глазом своим не к тем, которые тогда были там, к вам он обращался. То есть в еврейском народе всегда осуществляется перенос вот этих древних событий в настоящую реальность. Как в православной иконографии тоже делается перенос евангельской реальности в нашу реальность, когда члены Синедриона изображаются как бояре, они так и одеты, воины, которые пришли арестовывать Христа, изображаются как русские воины с этими шеломами, и и люди, которые вокруг Христа на иконах, они выглядят вполне современно для людей того времени, как описались эти иконы. То есть очень важно было осуществлять перенос вот той реальности на нашу реальность. И так они отступили назад и пали на землю. Но мы знаем, что еврей может поклоняться только Богу. и мы помним из книги «Исфирь», как был муж по имени Мордехай, который ни перед кем не вставал, кроме Бога. А тут человек не просто встал, почтил, сказавшему, но пал, и не один человек, а целый отряд, и здесь были самые разные люди, воины, служители, служители от пересвященников, то есть это целая группа. Они отступили назад и пали на землю. То есть в какой-то момент они отступили как бы от своего этого намерения, потому что если ты пришел кого-то арестовывать, ну как минимум ты не будешь падать перед ним на землю. поклоняться ему. Это вещи, они несовместимые. Стоял же с ними Иуда предатель его, и когда сказал им это я, они отступили назад, спали на землю, опять спросил их, кого ищите? Они сказали Иисуса Назарея. Иисус отвечал Я сказал вам, что это Я. Итак, если Меня ищете, оставьте их, пусть идут, даст будет слово реченное им, то есть Богом, из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. Вот здесь происходит замещение Христом всех остальных людей. То есть его жертва, она будет носить заместительный характер. То есть это на нашу голову надо было бы одеть терновый венец и бить палкой по голове за те мысли, которые наполняют наше сознание. Это наши руки надо было бы пробить гвоздями за то зло, которое мы совершаем ими, наши ноги пронзить гвоздями за то, как мы спешим идти путями греха. Но невинный занимает наше место. И то, что он говорит, если Меня ищете, оставьте их, пусть идут, да сбуется слово, реченное им, из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. Блаженный Августин в трактате о даре терпения пишет, «Дерзнет ли кто-либо утверждать, что Бог не знал заранее, кому он даст веру, или что он не знал заранее тех, кого даст своему сыну, и из кого сын никого не погубит». И, конечно же, если он предведал все такое, то столь же верно он, Господь, предведал и милости свои, которые не спосылает на нас. Это предопределение святых, ничто иное. спор об предопределении он в христианской церкви существовал с древних времен, еще до августина, были обсуждения этой темы, а действительно существует ли предопределение из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. То есть Бог Отец дает Сыну людей, которые становятся Его учениками, Сын обеспечивает для них спасение. И действительно, когда Петр исповедовал в Кесарии Филипповой Иисуса Сыном Божьим, сам Христос сказал ему, не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Который на небесах. На самом деле предопределение и существует, и не существует одновременно. В каком виде оно существует? Есть две природы, природа Бога и природа всего остального тварного мира. Природа Бога такова, что он не ограничен ни временем, ни пространством. И как я вам часто объясняю, у Бога нет прошлого и будущего, у него всегда настоящее. Как вездесущий, он присутствует в каждой точке пространства и в каждом мгновении времени одновременно. Поэтому в Боге относительно божественной природы, конечно, предопределение существует, потому что в Боге как настоящее присутствует наш первый вздох и наш последний выдох. Иначе нам пришлось бы признать, что Бог изменяем. А все, что меняется, меняется или в худшую, или в лучшую сторону, к Богу неприменимо ни то, ни другое, потому что он абсолютно самодостаточен. Но предопределение не существует по отношению к тварной природе. Мы-то как раз существуем во времени и в пространстве и свой выбор мы делаем сами. Да, Бог призывающий благодатью касается каждого человека, но как мы отвечаем на этот призыв, это зависит от нашей свободной воли. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо, имя рабу было Малх, но Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которые дал мне отец? Иоанн Богослов опускает событие, которое описано у других евангелистов, предательство Христа поцелуем. Когда толпа приближалась с Иудой, в темноте было трудно понять, кто Христос, Иуда сказал, я подойду поближе, кого я поцелую, тот и есть. Мы знаем, что три евангелиста, Матфея, Марка, Лука, это синаптические евангелия, потому что их темы совпадают, они пишут сходно, а Иоанн пишет немножко отлично от них. Возможно, что в этот момент что-то происходило с ним, и он свидетельствует строго о том, что он видел своими глазами, что он слышал своими ушами, что он осизал своими руками. Собственно говоря, такое свидетельство является апостольским благовествованием о Христе, потому что они были самоочевидцами слова, а когда происходит какое-то событие, то совершенно очевидно, что наблюдая за одним и тем же событием с разных сторон, люди всегда будут расходиться в деталях. И первый признак, если люди не расходятся в деталях, это значит заговор, то есть они договорились давать одинаковые показания. А если люди в общем-то говорят об одном и том же, но расходятся в деталях, считается, что это признак того, что они говорят правду. Итак, Симон Петр отсекает ухо. Раба по имени Малх. Святитель Иоанн Златоуст в своих гамильях на Евангелии от Иоанна пишет, имя раба евангелист прилагает, так как это событие было весьма важно, не только потому, что он исцелил, но и потому, что исцелил пришедшего взять его и немного спустя ударившего его по щеке. Оказывается, вот этот раб Малх, которого Христос исцеляет, он будет тем самым рабом, который будет бить Христа по лицу. И этим сдерживается вражда, которая должна была разгореться против учеников, то есть тем, что Христос его исцелил. Поэтому евангелист упомянул и имя, чтобы тогдашние читатели могли исследовать и узнать, действительно ли это было. И не случайно он говорит и о правом ухе, этим, как мне кажется, он хотел показать рвение апостола, потому, что он устремился почти на саму голову, но Иисус не только Петра остановил угрозы, но и других увещевает следующими словами, неужели мне не пить чаши, которую дал мне отец? имя Малх переводится следующим образом тот, кому предстояло царствовать, то есть тот, кто мог стать царем. кто же такой Малх? Малх в данной ситуации это еврейский народ. И когда мы читаем Евангелие от Матфея, Христос пришел спасти людей своих от грехов их, в некотором смысле это применимо прежде всего к еврейскому народу, хотя святые отцы настаивают на том, что это применимо ко всем народам, но прежде всего к еврейскому народу. Как Христос и начинает свою проповедь, наставляя учеников своих, Он говорит к язычникам не ходите, в города самарянские не заходите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. И первые, кого исцеляет Христос, это лица еврейской национальности. Малх, который будет бить Христа по лицу, это еврейский народ, который мог царствовать в полной мере. Они могли действительно стать царями и священниками по благодати, национальности. Но отвергнув Христа, они отвергли источник милости по отношению к себе. Но так как завет с этим народом заключался Богом и праведным Авраамом, национальности, то Господь свою часть завета исполнит. И в последние времена они будут обращены ко Христу. Причем в то время, когда уже никто не будет обращаться ко Христу, когда будет воцарение антихриста. Об этом очень много говорится в Священном Писании и у святых отцов. Августин пишет, «И что же означает ухо, которое отсечено было ради Господа и Господом исцелено, как необновленное слышание, лишившееся своей ветхости, чтобы с того момента служить Богу в обновлении Духа, а не по ветхой букве? Кто усомнится, что тот, для кого Христос сделал такое, с Христом и царствовать будет? Также то, что он оказывается рабом, указывает на ту самую ветхость, которая рождает в рабство, которой есть Агарь. Тем же, что восстановлено и здоровье раба, обозначена также свобода. Но исцеление Израиля, оно относится к последним временам, и это чудо, оно еще совершится. В настоящий момент царственным священством являются все христиане. То есть, каждый христианин в глазах Бога это и царь, Мелых, и Коэн Годоль, первосвященник, царственное священство, первосвященство. То есть, по благодати Божией мы нарицаемся именем Христа, который есть единственный небесный первосвященник, настоящий Коэн Годоль, который ходатайствует за весь род человеческий. Но если первосвященники Ветхого Завета, они входили во святая святых с кровью козлов, баранов, то Христос входит в небесные святая святых со своей собственной кровью и становится вечным ходатаем за весь род человеческий, как и сказано в Писании, един ходатай, един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Поэтому, когда Иоанн Богослов выделяет имя рабу было Малх, Он это делает с какой-то целью. Если мы не понимаем, зачем Он это сделал, значит, мы не выучили тот урок, который нам предлагается в этой фразе. Но с помощью отцов мы видим, как можно понять эти слова. Итак, Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец. Также Христос говорит, это мы видим в других Евангелиях, взявший меч от меча падет. Взявший меч от меча падет. Этими словами Христос говорит, что любой агрессор он обязательно будет наказан. Любой агрессор. Зло всегда возвращается к тому, кто является источником этого зла. Кстати, равно как и добро всегда возвращается к тому, кто является источником добра в понимании ветхозаветных людей, это называется мера за меру. Мера за меру. Но для нас сейчас важны вот эти слова Христа. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец? эти слова, они таинственные. И мы посмотрим комментарий Климента Александрийского, это строматы, что он пишет. Итак, один Господь испил чашу из-за безумия замышлявших против него и ради очищения неверующих, подражая ему и апостолы, став поистине совершенными, пострадали за церкви, которые утвердили. Так и шествующие по апостольским следам из любви к Господу и ближнему должны быть следующие знающие волю Бога и безгрешные, чтобы в случае необходимости, претерпевая скорби ради церкви, без соблазна они смогли испить чашу. Что это за чаша? Лев Великий, Папа Римский предлагает следующее рассуждение. Нельзя думать, будто Господь Иисус пытался избежать страдания и смерти, таинства которых он уже сообщил ученикам, чтобы они их соблюдали. То есть он на Тайной вечере уже установил таинство тела и крови. Это очевидно с учетом того, что он сам запрещает Петру воспользоваться мечом, когда тот возгорелся пылкой веры и любовью. Он говорит, неужели мне не пить чаши, которые дал мне Отец? Господь также с определенной ясностью согласно Евангелию от Иоанна говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Сходно, говорит апостол Павел, Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Ведь спасение всех людей через крест Христов было общей волей Отца и Сына. их общим промыслом и никоим образом не могло быть поколеблено то, что милостиво постановлено было прежде веков и неизменно предопределено. в понимании отцов древних отцов сотворению человека предшествует собор лиц Святой Троицы, на что косвенно указывают слова во множественном числе «Сотворим человека по образу нашему». И отцы настаивают на том, что еще до сотворения человека Сын Божий изъявил желание в случае, если человек уклонится от замыслов Божьих, стать жертвой за его преступления и таким образом осуществить в своем Боговплощении домостроительство нашего спасения. И мы читаем, что происходит далее. Тогда воины, тысяченачальник и служители иудейские взяли Иисуса и связали его. Здесь мы видим, что эту группу возглавляет не десятник, не сотник, а тысяченачальник, то есть ответственное лицо, скорее всего, это главный как это называется сейчас, security, да, охрана всего Иерусалимского храма. И отвели его сперва к Анне, ибо он был тесь к Иафе, который был на тот год пересвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. Здесь мы видим, что было несколько пересвященников. Вот это прямое нарушение закона Божия, потому что закон Божий устанавливает, что коэнгодоль, то есть пересвященник, должен быть один и он держит эту власть при себе до смерти. Почему важно до смерти? Потому что когда умирает пересвященник, коэнгодоль по закону Божию объявляется амнистия, отпущение на свободу рабов, закрытие долгов и целый ряд других моментов. Но в тот момент всем распоряжались римляне и они торговали этой должностью коэнгодона, потому что они так зарабатывали. И был как бы пересвященник на покое, был действующий пересвященник и вот сперва отвели Христа к Анне, ибо он был тесть Каиафия, который был на тот год не пожизненно, а на тот год пересвященником, то есть он покупал должность на определенное время коэнгодоли. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. Да, действительно, он подал такой совет. Когда они замышляли в своем совете нечестивых, вдруг, совершенно неожиданно, Кадеш Руах, Дух Святой, сошел на пересвященника и он сказал, лучше одному умереть за всех. И евангелисты, которые описывают это событие, они говорят, он так сказал, потому что на тот момент он был пересвященник. он действительно был коэн-го-доль, а пересвященник должен быть наделен прозорливостью, некими такими духовными качествами. В понимании иудеев того времени пересвященник должен быть сильный физически, красивый и богатый. если он сильный и красивый, сильный, кстати, во многих смыслах этого слова и в духовном, и физическом, то для него должны собрать богатство, чтобы устранить вот такую оплошность, что при всем при этом у него не хватает средств, чтобы стать пересвященником. И Дух Святой действительно сошел на него. Когда он выносит приговор Иисусу и говорит, лучше одному пострадать. И евангелисты пишут, он так говорил, потому что он был пересвященник. Получается, что когда они злоумышляли против Иисуса Христа, это было нечто большее, чем совет нечестивых. И вы знаете, что пишут некоторые святые отцы? Они же злоумышляли по поводу Христа накануне Пасхи. А накануне Пасхи именно пересвященник, его окружение должны выбирать пасхального агнца, которого принесут в жертву. И они не ошиблись в своем выборе. святые, ибо Иисус Христос есть тот, указывая на которого Иоанн Креститель сказал, вот огнец Божий, который берет на себя грехи мира. И некоторые отцы говорят, вот этот совет нечестивых, когда описывают, они говорят, они там все священно действовали. они злоумышляют, но Бог использует все в своих целях. И важный тезис Августина, который я часто озвучиваю, Бог никогда не попустил бы зла в этом мире, не имея намерения обратить его в добро и благо. За Иисусом следовали Симон, Петр и другой ученик. Иоанн Богослов очень скромно умалчивает о себе. Он не пишет следовали Симон, Петр и я. Он пишет очень так смиренно другой ученик. Это свойственно было апостолам. И Августин Блаженный его трактат на Евангелие Теана пишет «Кто этот другой ученик? Нельзя утверждать с уверенностью, ибо имя его не называется, но именно так Иоанн обычно называет себя, добавляя, которого любил Иисус. Это мы находим в Евангелии Теана 13, 23, вероятно, и здесь имеется в виду Он. За Иисусом следовали Симон Петр. Мы убедились в его импульсивности не один раз, читая Евангелие, как он себя ведет на фаворе. Эфимий Зигабен называет это священным безумием апостола Петра, когда он говорит, сделаем тут трекущее Моисею, Ильи, Христу, как хорошо нам здесь быть, поселимся здесь и будем тут жить. Как он действует в Гефсимании, как он действует на тайной вечере, когда, говорит, все отрекутся, я никогда не отрекусь. Как он действует, когда Христос уже воскрес из мертвых, и он увидел его на берегу, как какой-то олимпийский спортсмен, он припоясался одеждой, прыгнул в воду из лодки и поплыл навстречу к Иисусу Христу. Он не был юношей, тут один тенейджер, это Иоанн Богослов, подросток, а Петр, это человек в возрасте, но это горящий человек, пламенеющий перед Богом. Этот камень всегда высекает какие-то искры вокруг себя. «Ученик ученик ученик же сей, то есть Иоанн Богослов, был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический, а Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра, тут раба предверница говорит Петру, и ты не из учеников ли этого человека? Иоанн Богослов действительно был очень близок к религиозному эстаблишменту. Достаточно обратить внимание на такую фантастическую деталь, что там, где находится гроб Давида, в настоящее время это синагога, но когда мы заходим с другой стороны, поднимаемся на второй этаж, это Сионская горница, где Дух Святой сошел на апостолов. И это было жилище Иоанна Богослова, то есть как служка, он прислуживал при этой гробнице царя Давида, и у него было свое собственное помещение. Известно, что он, Иоанн Богослов, архидиакон Стефан и апостол Павел, они были из одной еврейской ишивы. Они все трое учились у ног Рэбби Гамалиила. Павел об этом говорит прямо, предание устанавливает это по поводу Иоанна Богослова и архидиакона Стефана. Это Гамалиил Первый. Гамалиил Первый это цадик своего времени, то есть очень авторитетный человек в юдаизме. его высказывания сохранились в Мишне, они касаются кошерных вопросов, связанных с рыбой, как отличить кошерный морепродукт от некошерного. Ну и достаточно сказать, что его внук Гамалиил Второй это будет тот самый Гамалиил Второй, который отлучит христиан от синагоги. Но это произойдет значительно позже, уже где-то ближе ко Второму веку. Итак, Петра проводят внутрь этого поместья первосвященника, и тут раба, предверница, говорит Петру, и ты и ты не из учеников ли этого человека. Итак, к Петру обращается не воин, не страж, а предверница. И что же мы видим? Этот камень веры как бы дает трещину. Он сказал нет. Он отрекается от Христа. Святитель Иоанн Златоуст в своем трактате проповедь об апостоле Петре пишет, Петру было попущено согрешить, поскольку впоследствии ему был верен многочисленный народ, чтобы он, будучи не безгрешен, не был суров и не милостив к собственным братьям. Петру, учителю вселенной, было попущено согрешить, чтобы это попущение стало поводом для человеколюбия к другим. Поэтому ни ангелу, ни архангелу не было верено совершать священнослужение, ибо они безгрешны, чтобы они по резкости не поразили тот час молний согрешающих людей, но человеку из человеков был верен этот вселенский престол. это немножко не укладывается как бы в такое даже клирикальное представление о положении представителей церкви, когда мы говорим, что святейший это святейший. Оказывается, что Господь делает так, чтобы высокие посты в церкви занимали люди, которые пережили Господне примирение. То есть, они отступили в чем-то от Господа, потом вернулись к Нему, и они уже не настолько, конечно, безупречны, но это делает их человечными и милосердными. А ангел не устоял бы, увидев, как мы приступаем к святым дарам, он бы умершвлял бы каждого, если бы отвечал за святое причастие, каждого недостойного. Но тот, кто сам оказался недостойным, он понимает недостоинство других. «Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся». Далее описываются события, которые происходят внутри этого имения. Иисус перед Анной и Каиафой. Мы знаем, что Каиафа на тот момент был действующим. первосвященником. Кстати, ассессуарий Каиафы не так давно был обнаружен в Израиле. В идеальном состоянии сохранился. Там имя его надписано. И мы читаем с 19 стиха и ниже. «Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его». То есть Каиафа начинает допрашивать Иисуса и как бы здесь он действует по закону. Иисус отвечал ему, «Я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня, спроси слышавших, что я говорил им, вот они знают, что я говорил». Христос как бы распознал в этой толпе представителей эстаблишмента религиозного Израиля и узнал в них тех, которые скромно там сидели, слушали, на самом деле шпионили за ним. «Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав, «Так отвечаешь ты первосвященнику?» Иисус отвечал ему, «Я сказал, худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» Анна, который пользовался авторитетом, может быть, больше, чем Каиафа, послал его, то есть Христа, связанного к первосвященнику Каиафе. Здесь, скорее всего, допрос ведет, конечно, Анна. После этого допроса он его отправляет к Каиафе. А Петр снова отрекается от Иисуса. Об этом мы читаем далее с 25 по 27. «Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему, не из учеников ли его и ты? Он отрекся и сказал нет». Второй раз отрекается. «Один из рабов первосвященнических родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит, не я ли видел тебя с ним в саду? Петр опять отрекся и тут час запел петух». Вот здесь немножко непонятно, конечно, когда допрос идет Христа, слуги говорят, как ты отвечаешь первосвященнику. Но тут момент первосвященником был Каиафа. Она сродник Каиафы, но похоже, как бы, они допускали, что первосвященник на покое все-таки остается первосвященником, потому что он когда умирает, это особый знаковый момент, когда объявляется амнистия. Но что-то может быть наподобие того, как вот сейчас в Ватикане два папы один папа действующий, другой папа на пенсии. Действующий это Франциско, папа на покое это Бенедикт. Петр трижды отрекается от своего спасителя и запел петух. Христос сам предупредил Петра, что прежде чем пропоет петух, он трижды отречется от своего божественного учителя. Что пишет святитель Иоанн Златоуст по поводу этого события. Он пишет, ни сад не возвратил его к памяти о случившемся, ни великая любовь, которую проявил там в беседе Иисус. Он утратил все это от страха, то есть Петр все потерял. Но почему евангелисты единогласно написали о нем? Не для того, чтобы осудить ученика, но желая нас научить сколь дурно не возлагать всего упования на Бога, а надеяться на себя. Ты же подивись попечительности учителя, потому что даже схваченный и связанный Он, Господь, проявляет великий промысел об ученике, восстанавливая падшего своим взглядом и приводя его в слезы. Действительно, в Евангелии говорится о том, что Иисус посмотрел на него. Это был момент, когда Анна отправляет Иисуса к Иоафе, но в то же время запел петух. И в христианской традиции, кстати, изображение петуха – это символ покаяния. И, например, в Лютеранской церкви, в католической церкви Франции эти изображения делают на входе в храм, иногда прямо лютеране вместо креста на маковке как напоминание о необходимости пережить покаяние. в нашей ситуации что у нас приводит к покаянию? Кто может так прокукарекать, чтобы наша совесть проснулась и она пережила бы покаяние, перемену образа мышления? крик петуха означает окончание ночи, вот этого удвоенного мрака природной ночи и духовной дьявольской ночи, когда силы зла пленяют создателя вселенной. крик петуха это момент о котором пророк Иеремия в книге Плач Иеремии он пишет Бог каждое утро обновляет свои благословения. это фантастический текст из Иеремии который указывает на то, что Бог как бы каждое утро творит мир заново. Человек существует некими циклами и поэтому в одни Иисус Христа считали, что самое благоприятное время для молитвы это предрассветная молитва. Такая же традиция существует в православном монашестве когда совершается братский молебен именно предрассветный чтобы встречать восход солнца пребывая в состоянии молитвы. И здесь крик петуха он как бы не важен сам по себе потому что это некая деталь но это свидетельство о том, что утро начинается и оно начинается для Петра который пал трижды в ночи и теперь он может подняться как сказано праведный семь раз падает семь раз подымается или как сказано в Писании пред своим Господом он стоит падает и будет поднят у Бога свои взаимоотношения с верующими он попустил Петру все эти три падения потому что когда он воссядет на престол в Риме он должен быть исполнен милосердием поэтому это не случайная деталь это указание на то что точно наступило утро давайте посмотрим что пишет Августин вот пророчество врачевателя исполнено а самонадеянность самонадеянность больного обнажена ведь не случилось того что Петр утверждал я душу мою положу за тебя напротив исполнилось то что предрекал Иисус отречешься от меня трижды в понимании Августина происходит освобождение Петра с этим криком петуха от самонадеянности теперь он всегда и во всем будет уповать только на Бога он не будет проявлять вот эту болезненную самонадеянность на самого себя в которую проваливаются те лидеры христианской церкви которые начинают веровать в свою непогрешимость и среди преемников Петра увы таких было немало на римской кафедре от каиафы повели Иисуса в приторию было утро и они не вошли в приторию чтобы не оскверниться но чтобы можно было есть Пасху Пилат вышел к ним и сказал в чем вы обвиняете человека сего они сказали ему в ответ если бы он не был злодей мы не предали бы его тебе мы знаем пророчество с вами из книги бытия где сказано что примиритель которому покорность народов придет тогда когда скипедр будет отнят от июды и законодатель отчересил его то есть Христос рождается тогда когда царская власть не принадлежит царственному дому июды ирод великий был идуминянином по нации и когда будет отнять законодатель отчересил его то есть они не могут сами утверждать смертный приговор вот умирающий Яков когда в книге бытия произносит это пророчество оно буквально исполнилось то есть они могут оценить что Христос заслуживает смерти но чтобы приговор был приведен в действие им надо согласие понтия Пилата здесь они предлагают как бы Пилату не вникать в эту ситуацию они говорят если бы он не был злодей мы не предали бы его тебе что они нарушили во первых по закону божию нельзя выносить приговор в день судебного разбирательства почему а потому что все под впечатлением от тех речей которые произносились должна быть некая пауза между судебным разбирательством и вынесением приговор тем более смертного приговора например в книге бытия Господь говорит накануне уничтожения Содома и Гаморы сойду и посмотрю точно ли это так каков ропот на них и злодоус спрашивает а раз Господь не знал как ведут себя жители Содома и Гамор конечно знал а почему же он говорит сойду и посмотрю этим самым Бог научает нас особенно когда дело касается приговора тем более смертного приговора судья обязан вникнуть в обстоятельства дела он должен не доверять слухам потому что обвинения там сексуального характера они очень распространены в мире и судья должен сам прийти и посмотреть то есть Бог показывает пример такой правильной правосудности как надо действовать а они нарушают установленный порядок они выносят приговор на том же заседании на котором было разбирательство то есть эмоции не остыли они признали его злодеем и говорят Пилату мы не предали бы его тебе Пилат сказал им возьмите его вы и по закону вашему судите его здесь здесь конечно в этих словах есть некая издевка Пилата он отлично знает что они не могут утвердить смертный приговор он как бы ставит их на свое место то есть он как бы говорит если я спросил в чем вы обвиняете человека сего вы должны ответить лаконично и понятно а они говорят если бы он не был злодей мы не предали бы его тебе Пилат сказал им возьмите его вы и по закону вашему судите его но законодатель отнят от чесела юды они лишены не только царской власти но и законодательной иудеи сказали ему нам не позволено предавать смерти никого то есть они признали что это те самые времена о которых пророчествовал Иаков умирающий когда я должен прийти Мессия да сбудется слово Иисусова которое сказал он давай разуметь какую смертью он умрет Блажен Августин пишет разве найдется кто-либо не способный увидеть абсурд в разрешении распять того кого не позволено предать смерти и разве не назвал сам Господь эту самую смерть то есть смерть на кресте преданием смерти как читаем у Марка вот мы восходим в Иерусалим это слава Христа и сын человеческий предан будет пересвященникам и книжникам и осудят его на смерть и предадут его язычникам нет сомнения что Господь говоря таким образом обозначил смерть какой ему предстояло умереть некрестную смерть он имел ввиду но что он будет предан язычникам иначе римлянам ибо Пилат являлся римлянином и послан был римлянами править в Иудею так что свершилось изречено Иисусом когда же Пилат будучи римским судьею попытался отдать его вновь иудеям чтобы они судили его по своим законам они отказались принять его говоря нам не позволено предавать смерти никого что мы здесь видим нарушается галахическое правило иудаизма очень важное что это за правило иудея ни по какому обвинению нельзя выдавать язычникам в Израиле была написана книга она называется Кошерный Ешуа Кошерный Ешуа книгу написал иудей равен и в этой книге он доказывает на основании Евангелия от Матфея он берет за основу этот текст что Иисус Христос ничего не нарушил с точки зрения закона а вот когда его молодого еврея 33 с половиной года выдают сами же представители его народа язычникам на смерть это нарушение всех галахических принципов то есть в эту ночь и в это утро они действительно были советом нечестивых потому что они нарушили все нормы судопроизводства то как они установлены законом Божьим а в Библии говорится суд это дело Божие и что происходит далее тогда Пилат опять вошел в приторию и призвал Иисуса и сказал ему ты царь иудейский он спрашивает Иисус отвечал ему от себя ли ты говоришь это или другие сказали тебе о мне Пилат отвечал разве я иудей твой народ и пиросвященники предали тебя мне что ты сделал Иисус отвечал царство мое не от мира сего если бы от мира сего было царство мое то служители мои подвязались бы за меня чтобы я не был предан иудеям но ныне царство мое не отсюда Пилат сказал ему итак ты царь Иисус отвечал ты говоришь что я царь я на то родился и на то пришел в мир чтобы свидетельствовать об истине всякий кто от истины слушает глаза моего Пилат закрывает дискуссию риторическим вопросом Пилат сказал ему что есть истина истина стоит перед Пилатом Христос ничего не отвечает Пилату потому что он сам является ответом на вопрос что есть истина сам Христос есть истина и жизнь и путь и вот это вопрошение Пилата почему он этим вопросом закрывает дискуссию он не дождается вопроса потому что античный мир имел очень много ответов на этот вопрос что есть истина и разные философские школы по-разному отвечали на этот вопрос и когда он видит перед собою бедного еврея молодого человека который в понимании Пилата наверное не в себе потому что говорит о своем царстве о царстве истины Пилат закрывает дискуссию риторическим вопросом что есть истина истина стоит перед ним Христос есть истина он есть подлинный смысл человеческой истории как написал один немецкий богослов он есть альфа и омега человеческого существования он смысл человеческой истории подлинный смысл потому что в нем происходит встреча Бога с человечеством став человеком Бог стал сотелесником по отношению каждому из нас на чем настаивает Григорий Низкий я на то родился и на то пришел в мир чтобы свидетельствовать об истине всякий кто от истины слушает глаза моего что есть истина вопрошает Пилат и сказав это опять вышел к иудеям и сказал им я никакой вина не нахожу в нем если же у вас обычай есть же у вас обычай чтобы я одного отпускал вам на Пасху хотите ли отпущу вам царя иудейского то есть он немножко как бы принимает такой шутливый тон хотите я вам отпущу царя иудейского был в тот момент царь иудейский это из династии иродов ирод он царь этот бедный человек избитый человек не выспавшийся человек он всю ночь не спал тогда опять закричали все говоря не его но вараву варава же варава же был разбойник то есть толпа выбирая между христом и человек убийцей варавой всегда будет избирать вараву человек убийца от начала это дьявол и в последние времена когда будет последний шанс для рода человеческого избрать христа или антихриста в планетарном масштабе род человеческий изберет антихриста настроение толпы они переменчивы это та же самая толпа мх аарец по-еврейски люди земли черн черн которые совсем недавно неделю назад кричали ассанна сыну давидову ассанна сыну давидову когда он входил в иерусалим ассанна бен давид а теперь они же кричат распни распни и выбирая между Христом и воравой они выбирают вораву хотите ли отпущу вам царя иудейского блажен августин пишет не шло у пилата из сердца что иисус царь иудейский словно в сердце записано это было самой истиной о которой он только что вопрошал то есть пилат говорит конечно это сарказм но он говорит очень точно как будто истина уже коснулась его выбор между Христом и воравой златоуст пишет разве не страшно и неприступно когда они говорили что тот разбойник и вор и преисполненный тысячи убийств достоин прощения больше чем иисус и когда они получив у судей право выбора предпочли вораву пожелав не только распять Христа но и облечь его дурной славой ибо они полагали что благодаря этому смогут создать впечатление будто он Христос был хуже разбойника и настолько преступен что не мог быть спасен ни человеколюбием ни ради праздника ибо они делали все ради того чтобы исказить представление о нем поэтому и двух разбойников распяли вместе с ним но поистине не помрачилось но высияло еще ярче слово Христа итак сегодняшнее евангельское чтение оканчивается тем выбором который делают люди противные Христу но которые совсем недавно как бы приветствовали его они по три тысячи по пять тысяч ходили за ним и мы помним как он насыщал их хлебами но мы уже выяснили принципиальное отличие учеников от черней толпы толпа приступала к нему ради хлеба и чудес ученики ради наставления веры и сегодня мы находимся здесь в этом гостеприимном храме и для наставления веры вы сюда приехали из разных районов Москвы и я думаю это очень разумно потому что вера от слышания а слышание от слова Божия у нас осталось всего несколько бесед мы с Божьей помощью если будем живы Господь позволит окончим Евангелие от Иоанна и я благодарю всех вас за молитвенную поддержку но давайте усилим молитвенную поддержку друг друга чтобы нам до конца дойти этого текста и согласитесь никакой другой Евангелие не дает столько много информации о Христе как Евангелие от Иоанна не случайно что образом этого Евангелия является парящий орел оно как бы возвышает наше сознание до истин небесных которые не постигаются рациональным путем но которые открываются чередованием образов и слов которые нам предлагаются на страницах этого сакрального текста спаси Христос и притягиваются и притягиваются и притягиваются Продолжение следует...